Сегодня в программе. Я когда об этом узнал, сразу съехал от своей жены к своему другу. И пока она оттуда не уедет, я в эту квартиру не вернусь. Мужчина обнаружил, что его жена уже замужем. Он не хочет быть вторым мужем и требует признать брак недействительным. Женщина уверяет, что именно ее первое замужество было ненастоящим. То есть мало того, что он не пускал его в квартиру, он еще и нагло заявлял, да я вообще сомневаюсь, что ты мой отец. И стоит, он мне здесь еще что-то доказывает. Внук обвиняет бабушку в том, что по ее вине не смог вовремя принять наследство своего умершего отца. Удастся ли ему это доказать и защитить свои права, узнаем в суде. Ни отношений у тебя, ни попыток съехать не появляется. А я к вам вообще-то никого не вожу, зачем мне... Еще бы водила к нам ты кого-то. После того, как жена застукала мужа с любовницей, они стали лучшими подругами, и девушка переехала к ним. Почему же супруг недоволен и хочет выселить свою бывшую пассию из квартиры? Истец требует признать брак недействительным. Его жена уже замужем. Ответчик с иском не согласна. Она не считает свой первый брак настоящим. Прошу всех встать. Прошу садиться. Слышается дело по иску о признании брака недействительным. Истец Андреев Петр Андреевич, ответчик Андреева Анна Александровна. Пожалуйста, истец, изложите ваши требования. Ваша честь, я вас прошу признать, наш брак недействительно с этой вот девушкой, на которой я женился. По любви. Вот, может, у меня представлено свидетельство о заключении брака. Все было бы хорошо, но она меня обманывала. Это брак фиктивный. По одной простой причине. Я второй муж. С первым она еще не развелась. Все бы хорошо, я бы мог просто развестись с ней, но за время нашего брака, за два года, я приобрел квартиру на собственные средства. В чем свидетельствует? Выписка из единого государственного реестра. Вот, также платежные поручения. Квартира стоила 4 миллиона 800 тысяч. Три из которых я получил при продаже комнаты два года назад, то есть до заключения брака. До брачного имущества. Да, до брачного имущества, все верно. И миллион 800 это наследство от моего дедушки. Я не хочу делить эту квартиру вместе с моей женой. А почему вы думаете, что вы будете делить эту квартиру? А потому что я приобрел ее во время нашего брака. Это все так. Но если имущество приобретается на личные средства, личные средства одного из супругов, то имущество это не является супружеским. Все верно, но моя жена, которая, я надеюсь, станет бывшей... Боитесь, что будет претендовать, да? Да, да, и все верно. А почему вы считаете, что ваш брак недействительным? Вы говорите, что она не расторгла предыдущий брак. Все верно, как я об этом узнал. Дома в ящике с документами я обнаружил ее старый паспорт. Какой-то волшебный случайность, который там оказался. О котором она ничего не говорила. В нем был штамп... Ты мне не дал сказать. О чем говорить? Ты могла просто об этом рассказать. Я даже не была мыслями об этом. Давай сейчас в другой момент об этом поговорим. Там был штамп в паспорте. О заключении брака. Не важно, какой брак по счету. Я думал, что первый у нее первый, но это бог с ним. Она была замужем за каким-то там Никитой Сухоруковым. Важно другое, что в этом паспорте, во-первых, она о нем не сказала о браке, значит, она авантюристка. Значит, у нее был какой-то мотив. Ты мог мне просто спросить. Просто подойти ко мне. Подождите, штамп в паспорте, если есть штамп в паспорте о регистрации брака, но не стоит штамп в паспорте о том, что брак расторгнут, это не значит, что брак не расторгнут. Все верно. Просто в новом паспорте, с которым она вышла за меня замуж, штампа о первом браке не было. Так тоже бывает. Вот, но в первом паспорте не было, как вы правильно заметили, штампа о расторжении брака. Ну, она могла не оставить. Она вообще могла не получать свидетельство о расторжении брака. Нет, все верно. А как же вы в брак-то вступали? Под тем документом, которые она предоставила в ЗАГС. Просто проблема-то в том, что я знать не знал, что был какой-то еще брак до этого. Так вот, я решил выяснить об этом, то, что у нее, во-первых, была справка о беременности, которая оказывается... Нет. Во время первого брака, который был заключен еще в ее 16 лет, там справка о беременности требовалась при заключении брака несовершеннолетних. Так. Я решил навести справки и узнать, что к чему. Обратился к ее подругам в социальных сетях, написал ей. И вот что получил. Какие еще подруги у меня там нет? Маша, с которой ты училась. Это все очень просто. То, что написала ее подружка. Анка забеременела и сразу вышла замуж. А когда живот стал сильно расти, то она перестала в школу ходить и куда-то уехала. Мы думаем к своей бабке в деревне. Потом снова появилась, но без ребенка. Раньше каждый второй в городе об этой истории знал, потому что до этого ребенка усыновил то ли мэр, то ли городской думы. Я ни с какой Машей не общалась уже 100 лет. У Анки. Говорит, родился очень красивый мальчик. И вот этот Никита Сухоруков, который отец якобы, приходил даже разбираться к мэру. Чего к чему? Ну, кто его будет слушать? Вот вы думали вообще. Я, когда об этом узнал, сразу съехал от своей жены к своему другу. И, Ваша честь, пока она оттуда не уедет, я в эту квартиру не вернусь, которая на законных основаниях принадлежит мне, которая приобретена... Подождите, это вы рассказываете про первый брак? У нее был первый брак, который вот в 16 лет. Который в 16 лет? Да, все верно. И именно этот паспорт вы нашли? Да. Вот с этим штампом? Да. И вы думаете, что этот брак не расторгнут? Не расторгнут. Я уверен в этом. Вы просто в этом уверены. Понятно. Передайте документы через судебного пристава. Вы в этом уверены? А суд в этом не уверен и должен выяснять все обстоятельства теперь. Так, пожалуйста, ответчица. Уважаемый суд, прошу брак с Петром, с Андреевым Петром, признать действительным и настоящим, потому что я его всегда любила и люблю до сих пор. Это аргумент. Но об этом не говорила. Я не хочу никакого развода, никакого раздела, ничего мне этого не... Давайте про первый брак мне расскажите, который в 16 лет случился. Сейчас я беременна, хочу вам сказать. Да, я беременна от тебя. Ты не успел мне... Да, 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 конечно. Потому что... А что так же? Там ребенок родился. Я на первом месяце беременности, да. Ваша честь. Так, ответчица. Да, это так. Расскажите мне, пожалуйста, про ваш первый брак. Это была история очень давняя. Я училась еще в школе. Угу. Мы с так называемой первой любовью, на самом деле, у меня не было никаких к нему чувств даже. Просто шутки и прибаутки. Мы предохранялись. До брака дошли. Но так вышло, что я забеременела, да. Угу. И мои родители очень консервативные. Я пошла к маме. Говорю, мама, отведи, пожалуйста, давай, помоги сделать аборт. Я не хочу этого ребенка, я не люблю этого человека. Просто поигрались как-то, ну и хватит. Вот. Но родители у меня жесткие, и они настояли, что давайте все сделаем по существу, как у людей, чтобы все хорошо было. Мы воспитаем этого ребенка, поднимем, все будет отлично. Но я не хотела, да. Нас за ручки отвели в ЗАГС. Угу. Реально. Заставили. Да, да. Ну, 16 лет, что вы хотите-то? Мы приходили, делали уроки, ужинали. Все как обычные люди. Мы не понимали, что такое брак, что такое семейная жизнь. И на нервной почве, да, я потеряла этого ребенка. Вот выкидыш, вот справка из поликлиники. Ваша честь. Еще в то время потеряли ребенка? Да, на 12-й неделе. Да, я потеряла. То есть не родился никто? Он не родился. А кого мэр-то усыновил? М? А кого мэр усыновил? Весь город знал, что все одноклассники? Ну, конечно, когда весь город знал, это прям доказательства прямые. Весь город знал. Это вообще какая-то ошибка. Я не понимаю, кто такая Маша. Я не могу вспомнить. Я сейчас стою на месте и просто вспоминаю, что это такая школьная подруга у меня была. Может быть... Так, а с браком что? Ребенок не родился. А что с браком? С браком... Ну, мы жили, жили, да. Потом поняли, что все, как бы ребенка нету. Зачем дальше вообще этому браку существовать? И Никиту Сухорукова забрал отец, в другой город увез. А брак-то расторгли? Брак... Я сама лично этими вопросами не занималась. То есть я позвонила Никите, сказала, говорю, давай разведемся, все сделаем, и все как бы... Он да-да-да, да, я на себя всю эту ответственность беру, мы разводимся, все документы получаем и все свободны, да. Вот. Ну, потом как-то все это сумбурно, тут надо было школу заканчивать, и все это... И вы забыли об этой истории, судя по всему. Мелочь какая-то, правда? Ну, просто для меня это не было никакого значения, я не передавала этому значению. А квартира, что касаемо квартиры, квартира нажита общими усилиями. Я тоже работала на нормальной работе, Ну, а какие денежные средства вы вкладывали в эту квартиру? Полтора миллиона. Полтора миллиона, который пошел на ремонт, да, и на косметический, и на черновой ремонт пошел. Ваша честь, я мог переплатить и потом нанять специалиста. Подождите, подождите, у вас спор не о квартире. У вас спор не о квартире. Правильно? Да. У вас спор о признании брака недействительным. Так, стороны, ставлю вас в известность, что суд сделал запрос в органы ЗАГС, где был зарегистрирован брак между ответчицей и Сухоруковым Никитой. И мной получен ответ, согласно которому действительно существует актовая запись о регистрации брака между Андреевой Анной Александровной и Сухоруковым Никитой Владимировичем. И до настоящего времени брак не расторгнут. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. То есть, мало того, что он не пускал его в квартиру, он еще и нагло заявлял, да я вообще сомневаюсь, что ты мой отец. И стоит, он мне здесь еще что-то доказывает. Бабушка считает, что внук не имеет права на наследство своего отца. Что лежит в основе такого жесткого заявления? Закон или непримиримый семейный конфликт? Ни отношений у тебя, ни попыток съехать не появляется. А я вам вообще-то никого не вожу. Зачем мне это? Еще бы водила к нам ты кого-то. Муж привел домой любовницу. Девушка подружилась с его женой и осталась жить с ними. Все время подруги проводят вместе, а мужчины чувствуют себя одиноким и ненужным. Получится ли выселить коварную разлучницу? Ты зачем вообще сюда мы пришли? Ты не объясни. Нельзя было это все быть? Можно было сразу все объяснить. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о признании брака недействительным удовлетворить в соответствии со статьей 28 Семейного кодекса Российской Федерации требовать признания брака недействительным в праве супруг, права которого нарушены заключением брака, произведенного с нарушением требований статьи 14 Семейного кодекса. Основанием для признания брака недействительным является в том числе наличие при заключении брака обстоятельств, препятствующих заключению брака. Такие обстоятельства перечислены в статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации. В частности, не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке. В судебном заседании установлено, что ответчица состоит в зарегистрированном браке, который был зарегистрирован, когда ей было 16 лет. И этот брак не расторгнут, что подтверждается справкой, предоставленной органами ЗАГСа, где этот брак был зарегистрирован. При таких обстоятельствах брак, заключенный между истцом и ответчицей, признается недействительным. Брак, признанный недействительным, не порождает никаких прав и обязанностей для недобросовестного супруга. В данном случае недобросовестным супругом является ответчица, потому что это была ее зона ответственности. Она должна была побеспокоиться о том, чтобы брак с Сухоруковым Никитой Владимировичем был расторгнут в законном порядке. Поэтому иск удовлетворен. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Я даже не думал, что можно быть настолько дурой, что не будет не в курсе разведена ты, не разведена. Ну, что поделаешь, сама виновата во всей ситуации. Не, ну, это какая-то подстава. Мы так с Петей хорошо жили два года. Семейная жизнь у нас такая потрясающая. И тут из-за какой-то дурацкой бумажки, просто из-за этой бумажки мы потеряли семью. Ничего не меняется. Любовь и ненависть. Думаешь, что я прощу сразу? Сейчас! Во тебе! Верность и предательство. Так вы на любом не тратили деньги или нет? Тратил. Но у меня выхода не было, вы меня поймите правильно. Секс, власть и деньги. Ты что, вот дура, что ли, а? Речь идет о трех миллионах. Истории новые. Да у тебя одни только квартиры на уме, а у тебя не одни. Проблемы вечные. Мне что делать? Я где должен жить? Дела судебные. Каждый будний день на нашем телеканале. Истец требует восстановления срока принятия наследства своего отца, факт смерти которого от него скрывала родная бабушка. Ответчик иск не признает. Заявляет, что внук был надлежащим образом осведомлен. Пожалуйста, я слушаю вас. Ваша честь, я требую восстановления сроков принятия наследства умершего 10 месяцев назад моего отца Гаранина Алексея Николаевича. Понимаете, я не смог этого сделать по уважительной причине. Сам я проживаю в Москве пять лет уже, да? Угу. И работаю там же. И поэтому в свой родной город я часто не смог приезжать. А ваш родной город это где? Самара. Самара. 2000 километров от Москвы. Вот. Соответственно, в своем родном городе я был только в краткосрочный отпуск на одну-две недели. Да и то в последнее время не особо получалось из-за большой загруженности. И в последний свой приезд два месяца назад в почтовом ящике по адресу матери я обнаружил повестку в суд. Оказалось, что моя бабушка подала на меня иск о признании меня недостойным наследником. Скорее всего, для того, чтобы я не получил половину квартиры отца после его смерти. Чего ты врешь-то прямо здесь стоишь нагло? Как тебе не стыд? Отвечу. Извините, Ваша честь. Таким образом, таким образом, я узнал, что умер мой отец полгода назад. Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Особенно от поступка моей бабушки. Понимаете, дело в том, что мой отец был недееспособным человеком. Он часто болел и имел психические расстройства. И моя бабушка была его опекуном. И общаться со своим отцом я мог только через нее. И даже если предположить, что моя бабушка потеряла мой номер телефона, то она могла бы сообщить мне о смерти отца хотя бы через мою мать. Давай твой номер телефона вообще не знал. Как не стыдно. Которая проживает, между прочим, всего в двух кварталах от нее. Бабушка это прекрасно знает, но она почему-то этого не сделала. Так вот, тот суд первый. Бабушка проиграла, но свою долю наследства я так и не смог получить, потому что шестимесячный срок вступления в наследство уже прошел, а отец никакого завещания не оставил. И таким образом получилось, что моя бабушка получила квартиру отца, которая площадью 42 квадрата, а сейчас она стоит на минуточку 3 миллиона рублей. Я считаю, что со мной поступили, мягко говоря, несправедливо. Денежки тебе подавай, да. Да, а то, что бабушка скрыла от меня смерть отца, от родного сына. Да не врешь, прям в глаза там нету хоть. Хоть это уже из вопроса морали. Вот, я требую, я требую восстановления сроков принятия наследства, потому что сроки были пропущены по уважительной причине, а именно по причине противоправных действий моей бабушки. Я прошу суд удовлетворить иск и принять мои доводы. Скажите, пожалуйста, в течение пяти лет вы с отцом общались? Конечно, да, созванивался. То есть вы могли с ним разговаривать к телефону? Да, да, да. Ну что ты врешь, ты в течение десяти лет не общался. Извините, Ваша честь, он просто врет на глаза. И вы считаете, что то, что ответчица вам не сообщила о том, что ваш отец умер, это дает вам право на восстановление срока и признание причины пропуска уважительной. Конечно, конечно, если бы я знал, я мог бы посетить похороны хотя бы, вот. Поэтому, конечно, сроки пропущены по уважительным причинам. Понятно. А как давно вы последний раз общались с отцом? Месяца три назад, четыре. Ой, ну прям, ну вообще, возмущения нет предела. Ну, я имеется в виду месяца три-четыре назад, до смерти, я надеюсь, да? Конечно, конечно, естественно, до момента его смерти. А как вы с ним общались? Старался через бабушку, да. По телефону? Да, по телефону. Разговаривали с ним по телефону? Да, да. А как часто вы с ним разговаривали по телефону? Не очень часто, но это имело место быть. Ну как, раз в год? Раз в год, раз в месяц, раз в неделю. Раз в полумесяца. А помогали отцу материально? Да, были моменты, финансово тоже была помощь. Понятно. Передайте документы через судебного пристава. Вот, пожалуйста. Так, пожалуйста, ответчица, я вас слушаю. Спасибо, Ваша честь. Ваша честь, я иск не признаю, потому что вот этот истец, так называемый внучок, стоит и просто нагло врет. О том, что умер его отец, он был осведомлен надлежащим образом. Я лично посылала заказное письмо по тому адресу, где зарегистрирована он мать, где зарегистрирована сам истец, о том, что случилось с его отцом. Кроме того... Зачем вы письмо посылали, что позвонить не могли? Я не знала его номер телефона, никогда. Все она знала. То, что он в паре звонит, врет. Так истец, я вас выслушала. Он нагло врет, поэтому мне пришлось послать письмо. Кроме того, он не общался с моим сыном, то есть со своим отцом, в течение 10 лет после развода его родителей, так как мать его, моя бывшая сноха, настроила его против моего сына, его же отца. И вот в течение 10 лет они не общались, хотя жили при этом под одной крышей. А дело, на самом деле, ваше честь, Как под одной крышей жили? Ну, после развода жили в одной квартире, потому что это была квартира моего сына в свое время. И то есть вот он с женой и сыном там жил. А на самом деле дело происходило так. Ой, на производстве, где работал мой сын, в один день он получил очень тяжелую черепно-мозговую травму. В связи с этим стал инвалидом и трудиться больше не смог. И вот именно в этот момент, когда все это случилось, моя бывшая сноха, то есть мать вот этого вот внучка, разошлась с моим сыном, и кроме того, каким-то образом ей удалось выселить моего сына из квартиры, где они вместе все проживали. Мой сын мотался то по подъезду, то у знакомых на даче, то опять по подъезду. Господи боже мой, да разве нормальные люди себя так ведут, какие-то нечеловеческие отношения? Кроме того, когда сын, мой сын, звонил себе в квартиру, чтобы попасть домой, вот этот так называемый внучок издевался над ним, делал ему плохо, вредил. То есть мало того, что он не пускал его в квартиру, он еще и нагло заявлял, да я вообще сомневаюсь, что ты мой отец, и стоит, он мне здесь еще что-то доказывает. Ой, когда, Ваша честь, я об этом всем узнала, я забрала, конечно, к сыну себе, ну что ж, ему в подъезде, что ли, жить? Вот, ну квартирка у меня маленькая, развернут снег, но тем не менее жили. И вдруг через некоторое время руководство производства, где работал мой сын, признала перед ним свою вину, в связи с чем он стал, что он стал инвалидом, получив травму на производство, и под давлением профсоюза, трудового коллектива, моему сыну выделили квартиру. Сын ее приватизировал. Вот, но, к сожалению, квартиры, это здоровье не поправишь. Вот, состояние здоровья сына стало ухудшаться, настолько, что мне пришлось к нему переехать, и все обязанности по уходу за ним взять на себя. Сначала он перестал в постели вставать, потом потерял речь. Ой, все это длилось 4 года, очень тяжело было. И в итоге его не стало. Так вот, за все это время, мало того, что 10 лет не общался, и за все это время этот так ни разу не позвонил ни мне, ни своему отцу. Да звонил я, не приехал, когда он был в отпусках, так называемых, как он говорит, чтобы узнать, отец мой, как у тебя дела. И с вами тоже, получается, с вами тоже внук не общался? Нет, никогда не звонил, ни со мной, ни с отцом. Я, если мы вместе с твоим отцом жили. Я это все поняла. Скажите, пожалуйста, а куда вы письмо-то отправляли? По какому адресу? В Москву? Нет, в Самару, где он прописан, у меня и документы есть. А, естественно, вы прописаны в Самаре? Да, в квартире матери. А мама-то проживает в квартире? Конечно. У вас есть доказательства того, что вы отправляли письмо? Да, Ваша честь. Вот где прописан пистец и то, что я отправляла заказное письмо на его имя по месту его прописки. Вы письмо не получали? Конечно, нет. Ну, врет. Ну, как не получал тогда вот доказательства? Это обязанность, как бы это не получение корреспонденции, это ответственность адресата. Я получил только иск. Иск в суд, и когда он уже был пройден, все, сроки просрочились там. По тому же адресу в Самаре? Я поняла вас, пожалуйста. Суд удаляется для внесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ни отношений у тебя, ни попыток съехать не появляется. А я к вам вообще-то никого не вожу. Зачем мне... Еще бы водила к нам ты кого-то. После того, как жена застукала мужа с любовницей, они стали лучшими подругами, и девушка переехала к ним. Почему же супруг недоволен и хочет выселить свою бывшую пассию из квартиры? Прошу садиться, оглашается решение суда. Суд принял решение иск о восстановлении срока принятия наследства оставить без удовлетворения. Разъясняю стороны, что требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть удовлетворены при наличии следующих обстоятельств. Первое. Наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или, как я уже сказала, пропустил этот срок по уважительным причинам. К числу таких причин следует относить обстоятельства связанные с личностью истца, которые позволяют признать причины пропуска уважительными. Например, это может быть тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность, кстати говоря, в том числе, если все эти обстоятельства препятствовали принятию наследства. Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и порядке принятия наследства и отсутствие сведений о составе наследственного имущества и так далее. И еще, что учитывается, какое обстоятельство учитывается при рассмотрении таких споров, это обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства в течение шести месяцев с того момента, как он узнал об этом. То есть в шесть месяцев установлен срок. Этот срок соблюден истцом. То есть он узнал о том, что отец умер и обратился в суд. Но что касается причины пропуска этого срока, суд не усматривает и не считает причину пропуска срока принятия наследства уважительной. Умерший является отцом истца. И то, что истец не общался со своим отцом, это полностью лежит на нем. Эта ответственность лежит на нем. Поэтому суд не может данное обстоятельство считать уважительной причиной. Если бы истец надлежащим образом общался со своим отцом, то он знал бы о его болезни и так далее. Также он не поддерживал связи и с бабушкой, которая в данном споре является ответчицей. И все эти причины дают основание суду отказать в заявлении о восстановлении срока. Суд считает, что истец пропустил данный срок без уважительной причины. Дело закрыто. Прошу всех встать. Я просто вне себя от того, что бабушка хочет лишить меня наследства. Я и дальше буду добиваться справедливости. Догнать надо таких родственников. Когда отцу помощь его рядом не было, а тут узнала наследство, квартиру ему подавай. Ничего не получит. И это справедливо. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. То есть сами вы не хотите разбираться? Вы хотите, чтобы я с этим разбиралась? Отлично. Если вы не можете вернуть свои деньги... Вот тебе! Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Все! Развод и девичья фамилия! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Человек обычный. Видит в законе то, что он хочет видеть. А юрист именно то, что написано. Это бесплатно. Истец требует прекращения права пользования, выселения и снятия с регистрационного учета. Ответчик иск не признает. Утверждает, что лишилась своего жилья по вине истца, поэтому останется жить с ним. Истец, я вас слушаю. Ваша честь. Я как один из собственников трехкомнатной квартиры общей площадью 76 квадратных метров. Собственники в равных долях. Одна вторая у меня доли и одна вторая у моей супруги Светланы. Настаиваю на выселении и снятии с регистрационного учета совершенно лишнего постороннего человека в нашей квартире. Это подруга моей жены. Объясню, как вообще получилось, что она появилась в нашей квартире. То есть третье лицо у нас Светлана Петровна, она вам кто? Моя супруга. Ваша супруга. Да, законная супруга. Нынешняя? Нынешняя? Нынешняя, да. Моя настоящая законная супруга. А ответчица Маргарита Васильевна, это подруга. Это моя бывшая любовница. А сегодня так сложилось, что она лучшая подруга моей жены. Не спелись. Наша семья на грани развала. Потому что... Как она вообще появилась? То есть мы в общей компании общались. Муж Риты, я со Светой. И, ну, Света... Рита была мне симпатична как женщина. Я начал к ней подкатывать. Она ответила сразу же взаимностью. И мы периодически встречались для секса. И, как в пошлом анекдоте, однажды жена нас застукала во время секса, вернувшись раньше времени. Сняла это на видео. Позвонила Виталику и отправила видео. В общем, скандал был на весь район. Ругались все. И я со Светой, и Рита со Светой, и с Виталиком мы дрались неоднократно. И он ее выгнал из дома. И сердобольная Света каким-то образом... Как вообще такой может быть? Жена и любовница стали лучшими подругами. Она упросила меня, чтобы она пожила какое-то время. Потому что Света видит, что человек хороший. Но мне было видно, потому что я чувствовал свою вину за это. И я дал согласие. Потом, через какое-то время, Рите якобы потребовалась для работы постоянная регистрация. И опять под нажимом Светы я дал свое согласие на это. О чем, естественно, я сейчас жалею. Потому что это ад какой-то просто. Такие лучшие подруги в кино, в ресторан, на море они отдыхать вдвоем полетели. То есть такое ощущение, что я в собственной квартире и семье вообще лишний. Поэтому я прошу вот этот беспредел просто прекратить. И выселить немедленно. И снять с регистрационного учета Маргариту. Потому что иначе мы не сохраним нашу семью. Она постоянно под ногами путается. У нас даже интимная жизнь на нет сошла практически. Я поняла вас. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Так, пожалуйста, ответчица. Я вас слушаю. Иск признаете? Ваша честь, я категорически против иска. Естественно. Да. Я вообще не понимаю, насколько, вот как у него вообще хватает совести? Вот во всем винить меня, гнать меня на улицу. Вот после всего, что между нами произошло. И какая может быть связь между браком Света и Витей и моим нахождением в квартире? Я вот абсолютно не представляю с Витей. Ты чужой человек в этой квартире. Давно ничего. Мне она не чужой человек. Абсолютно ничего. Но было между вами-то действительно были отношения? Были отношения. И вас действительно муж выгнал? Ну, последний раз у нас был с ним секс, когда вот Света нас застала. Да я не спрашиваю, когда у вас секс был в последний раз. Я спрашиваю, что действительно вы были любовницей его, соответственно, вот эта вся история, она правдивая? Было, да. С ним, пожалуй, откажешь ему такой приставучий. Да. Да. Понятно. Со Светочкой мы лучшие подруги. Мы, понимаете, мы духовно близкие люди. Что? Муж выгнал вас? Муж, да, он выгнал меня из-за Вити, потому что он ему все рассказал. Он меня соблазнил. Ну, секундочку, это не я ему рассказала. Ну, понятно, он во всем виноват. Это твоя разлюбезность, Лето ему видео отправила. Я вообще никаких отношений с ним не хотела, вы понимаете? Конечно, не хотели. Обычно все так и говорят. Конечно, не хотела и сама приехала в квартиру. Не смогла отказать, мы поняли. Я к тому, что вам жить негде, да? Нет, у меня нет другого жилья, у меня нет квартиры. И как давно вы живете в этой квартире? Чуть больше года. Угу. Понятно. И какие у вас планы? Так и собираетесь жить в этой квартире? Нет, конечно, я собираюсь завести отношения. Я хочу завести счастливую семью. Что-то уже больше года никак ни отношений у тебя, ни попыток съехать не появляется. А я вам вообще-то никого не вожу. Зачем мне это нужно? Еще бы водила к нам ты кого-то. Так, гостец, не мешайте. Итак, иск не признаете? Не признаю никак. Проживаете в квартире? Проживаю в квартире. Я никак не касаюсь семьи. Я не пытаюсь тем более ее разрушить. Я всегда своей подруге советую проводить как можно больше времени со своим мужем, чтобы она с ним больше общалась. Ну, я же не виновата, что ей интереснее проводить время со мной и, ну, как-то находиться вместе со мной. Это проблема Виталика. Он должен подумать, как восстановить их семью, как заинтересовать снова Свету в себе. Потому что если бы он хотел, у них бы все было. Я знаю, какое настойчивое может быть. Говорит, секса у них нет. Да знаете, если бы он хотел, у них бы действительно было. Я живу в своей комнате. Ночью к ним не врываюсь. Еще бы врывалась. У них полно возможностей. Практически постоянно они могут уединиться. Я никак не вмешиваюсь в их личную жизнь. Да если бы он хотел, у них действительно бы все было. А тут все меня обвиняют. Это просто не по-мужски. Пожалуйста, давайте послушаем третье лицо. Что скажете? Вы являетесь совладельцем квартиры. У вас, судя по документам, одна вторая доля в квартире. Да, и я категорически против того, чтобы Риту выписывали из квартиры. И выселяли. Вы выселяли, да. Потому что, ну, когда все это случилось, конечно, я хотела ее убить. Я возненавидела ее. Да, я сделала там ошибки некоторые. Но потом так получилось, что мы с ней подружились, потому что мы очень близкие по духу люди. У нас одинаковые взгляды на жизнь. И для этого обязательно жить вместе. И сейчас она мне как сестра. Она мне родной человек. И она меня понимает. А вот Витя за 7 лет брака, он ничего не сделал для того, чтобы меня как-то понять и попробовать что-то наладить. И он изменял меня с другими женщинами. До меня слухи доходили. Ну, конечно. Но с Ритой тоже не изменял. Вы же пока брак-то не расторгли с ним? Или вы собираетесь брак расторгать? Ну, если Витя продолжит в том же духе быть эгоистом и настаивать на выселении Риты, то я скорее разведусь... Свет, я спасти семью нашу хочу, поэтому и хочу ее выселить. Ты просто капризный мальчик, которого обидели, внимания ему меньше стали уделять, понимаете ли. Да, из-за этого? Да, в самом деле. Нет, потому что наши отношения рушатся из-за нее. С таком супите, тебе не стыдно? Мне не стыдно. Все на показ. Если бы ты меня любил, ты бы вот этого всего не затеял бы. Прекратите, пожалуйста. Вы дома, что ли, не наговорились и не наругались? Простите, Ваша честь. Вы же в суде находитесь. То есть вы возражаете? Вам комфортно? Мне комфортно. Ну, а какие у вас отношения с мужем? Ну, такие, не очень. Ну, не очень, правильно. А почему у вас не очень отношения с мужем? Потому что он возражает против того, чтобы ваша теперешняя подруга, вернее, его бывшая любовница, которая стала вам подругой, проживала в квартире. Да. Вы считаете, что эти требования необоснованы? Я считаю, что требования абсолютно необоснованы. Потому что Рита никак не виновата в том, что у нас отношения пошли под откос. Потому что это случилось до того, как мы с Ритой подружились. Потому что, как я и сказала, он изменял мне. Изменил. Но если до тебя какие-то там слухи доходили, то это неправда. Да, конечно, видно сразу. Действительно. А ответчица у нас кто? Неправда. Ну, это вот единственная любовница. До нее и не было никаких других. Ну да, ну да, конечно. И то у нас все отношения сразу же после этого случая прекратились. После того, как жена застукала. Да он только любит добиваться, получит свое. И потом гуляй, девочка. Ответственность надо иметь. И совесть. Для этого тебя надо у нас... Я вообще не понимаю, вы так возмущаетесь, как будто вы в этом не участвовали. Меня возмущает его отношение к своей жене. Он никакого подарочка ей не преднадносит. Даже цветочка никакого не купил за этот год, когда я с ними. Я, конечно, не лезу к ним, но меня это глубоко возмущает. Как такой человек может с такой прекрасной женщиной так обращаться? Мне кажется, это цирк. Вот только свидетели уже вызвать. Это муж Риты. У вас еще свидетели? Да, у меня есть свидетели. Это муж Риты Виталик. Ну давайте свидетели вызовем. Ну потому что этому цирку надо пригласить какой-то конец. Да может он ее обратно заберет? Было бы неплохо. Давайте пригласим свидетеля. Свидетели, с собой идите. Виталика не хватало тут. Сейчас вообще цирк начнется просто. Здравствуйте, Ваша честь. Представьтесь, пожалуйста. Юзеф Виталий Борисович. Что можете пояснить по существу иска? Вот здесь Ваша бывшая жена. Вы развелись, кстати, или нет? Нет. А, то есть Ваша жена проживает в семье ИСЦА. И вот у нас тут Светлана Петровна. Жена его. Ваша честь, я полностью поддерживаю иск Виктора. И как законный суток... Вы здесь не для этого свидетель. Вы не для того, чтобы поддерживать или не поддерживать. Вы можете только дать свои пояснения по существу спора. Ну, по существу... Что Вам известно? Скажем так. По существу спора мне, значит, известно. Смотрите, мне прислала видео Светлана. Это супруга Виктора. Так. Вот. Ну, видео пикантное. Я уже не буду его здесь демонстрировать. Ну, вы представляете мое состояние после этого. Я сразу быстренько тут же Виктору морду начистил, как говорится. И выгнал из квартиры свою Риту. Вот. Ну, сами понимаете, ну, как бы это... Я понимаю, что она там поступила ужасно и некрасиво. Даже не обращал внимания на то, что я к нему ходила. Не обращал внимания? Все виноваты у Вас, отвечица. Просто вообще все виноваты вокруг. А у нее всегда все виноваты. Ну, только сейчас, что Вы что хотите? Забрать ее обратно? Смотрите, ну, все-таки прошло более года. Я уже остыл, осознал, как говорится, время лечит. Вот. И понял, что я все-таки люблю Риту. Ага. Вот. И готов ее простить и вернуть обратно. Вот и правильно. А отвечица у нас готова вернуться обратно к мужу? Ваша честь, я за этот год, который я живу со Светочкой и Витей... Ваша честь, я действительно серьезно... Ну, что, к мужу-то мы возвращаемся или как? Я поняла, что мы абсолютно разные люди. Я не собираюсь... Я же все для тебя делал. Я найду нормального мужчину. Существует ли я вынесение решения? Не на суд, не на суд, не на суд, не на суд. Не на суд, не на суд. Не на суд, не на суд, не на суд. Оглашается решение суда. Иск о выселении, снятие с регистрационного учета и прекращение права пользования жилым помещением удовлетворить. Прекратить право пользования ответчицы в квартире, принадлежащей истцу и третьему лицу. Выселить ответчицу из квартиры, снять с регистрационного учета по месту жительства. Разъясняю стороны. Суд удовлетворяет заявленные исковые требования, так как доля в этой спорной квартире является собственностью истца. Второй долей квартиры владеет его жена. И в настоящее время истец возражает против проживания ответчицы, принадлежащей на праве долевой собственности ему квартиры. Истица с ответчиками совместно не проживает, не ведет совместного хозяйства, стороны не имеют единого бюджета. Иными словами, если квартира имеет нескольких собственников, что в нашем случае, да, квартира принадлежит истцу и его жене, в равных долях, и один из собственников возражает против проживания некого лица в этой квартире, то это лицо подлежит выселению. Об этом говорит закон. И в связи с этим иск удовлетворен в полном объеме. Отлично. Дело за то. Отлично. Спасибо. Решение суда. Иск удовлетворить. Фух, слава богу. Я не сомневался, что наш суд разберется правильно. Слава богу, выселяют эту чертову Риту из квартиры. Мы, наконец-то, со Светой нормально заживем, и у нас хотя бы семейные отношения наладятся. Меня выселяют из квартиры. Я не знаю, куда мне идти, мне идти некуда. К Виталику я не вернусь. Я просто... Рита, не переживай. Мы разберемся как-нибудь. Я поставлю ему ультиматум и подам на развод. Здесь в ход идет все. Слезы. Пироголем, прости, давай все миллион. Я прям в кровь сейчас боюсь, уйди от меня. Дрянь. Шантаж. Что, заплатили миллион? Серьезно? Это, наверное, был самый дорогой секс в вашей жизни. Угрозы. Ах ты, дрянь такая! Пустите вашу часть, я ее сейчас... А побеждает всегда закон. По этой гадюке я не заплачу ни копейки. Это я буду решать. Дела судебные. Новые истории. А сейчас-то вы кого любите? Всех люблю. Не пропустите месяц премьер. Редактор субтитров А.Семкин